В Славянске-на-Кубани продолжаются работы по оказанию помощи жителям пострадавших в результате подтопления. В каждом домовладении побывала рабочая комиссия, которая оценила нанесенный ущерб. Составлены акты, славянцам оказана помощь в сборе документов на оформление выплаты. Первые пострадавшие уже получили материальную помощь. В Славянске-на-Кубани от сильного ливневого дождя пострадало 260 дворов. Работы по устранению последствий подтопления продолжаются. Управлением по делам молодежи были созданы волонтерские отряды. Ежедневно 20 до 40 добровольцев из числа студентов, сотрудников учреждений и организаций помогают жителям наводить санитарный порядок. Выносят мебель для просушки, моют и чистят ковры. Мы не смогли остаться в стороне и помогаем жителям города Славянска-на-Кубани, оказываем непосильную помощь. Помогаем вынести мебель, просушить ковры, потому что большинство жителей очень сильно затопило. И мы хоть чем-то стараемся им помочь. Дом пенсионерки Марии Копасовой пострадал достаточно сильно. Вода в доме достигала 40 сантиметров. Женщина благодарна, что не осталась одна со своей бедой. Представители районной и городской администрации, волонтеры, предприниматель Красноармейского района, у которого работает дочь Марии Геннадьевны, справиться с чрезвычайной ситуацией помогали буквально все. Пожилая женщина тронута таким участием и неравнодушием. Со стороны районной администрации, городской, большая поддержка, понимание, еще раз повторюсь. Нас разместили в гостинице. Гостиница – великолепные условия. Все, что нужно для проживания, мы все имеем. Нас обеспечили питанием. Мы, как сами себя называем, подтопленники. Просто не входим в такую панику. Мы не оказались брошены. Мы брошены не оказались. Наоборот, как-то нас поддерживают все. Всем спасибо. По результатам работы комиссии, пострадавшим от подтопления выплатят единовременную материальную помощь от 10 до 100 тысяч рублей на члена семьи в зависимости от размера ущерба. Помимо этого, славянцам оказывается гуманитарная помощь. Наборов мы сделали более 100. Еще есть продукты, есть и мука, и сахар. И все это будет доставлено многодетным семьям. И семьям, в принципе, с детьми. Пожилым, одиноким старикам. Списки формируем при помощи округов и квартальных. Несколько раз уже группы, специальные группы обходили эти адреса. Мы фиксируем, какая необходима помощь. Люди сначала отказываются, потом обращаются. Мы выезжаем повторно несколько раз. Гуманитарную помощь собирали жители города, предприниматели, организации. Вещи, средства гигиены, продукты, постельное белье, подушки, одеяло. Все было собрано в кратчайшие сроки. Большую помощь городу оказали другие районы – Красноармейский и Белоглинский. Специалисты Управления по делам молодежи совместно с волонтерами занимаются распределением гуманитарной помощи и развозом ее по адресам. Скажи, пожалуйста, насколько необходима сейчас гуманитарная помощь? Вообще, людям, которые потеряли все, она действительно очень необходима. Потому что у многих и дети маленькие. И так получилось, что ни еды, ни жилья, ни мебели. Поэтому то, что делают люди для нас, это очень бесценно. Если вам также необходима помощь, вы можете позвонить по телефону 4-11-12, 4-11-68, 2-22-70, сотовый, 8-918-011-95-11. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».